Владимир Путин прибыл в Пекин, уже завтра он примет участие в форуме «Один пояс, один путь». Представители около ста стран будут говорить об экономическом сотрудничестве и новых транспортных коридорах. Кроме того, российский лидер обсудят с председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе итоги сегодняшней первой своей встречи с коллегой из КНДР Ким Чен Ыном. Знакомство состоялось в Владивостоке, и его подробности интересовали журналистов не меньше, чем политические заявления. Сколько главы государств успели обсудить за два часа беседы один на один, вместо отведенных ранее 50 минут? И какие подарки увезли с собой? Ответы знает Наталья Юрьева. Владивосток – знаковое место для переговоров лидеров России и КНДР. Это ближайший крупный город границы Северной Кореи. Отсюда до нее почти 300 километров. Кстати, именно там находится самая короткая пограничная линия нашей страны. Всего около 40 километров. Безусловно, Россия заинтересована в стабильной обстановке у своих границ. В самом начале этой исторической первой встречи с Владимиром Путиным Ким Чен Ын подчеркнуто назвал нашу страну дружественным великим соседом и продемонстрировал свое внимание к происходящему у нас. Встреча в узком составе «С глазу на глаз» продлилась в два раза дольше запланированного. Не час, а два. Я помню свой визит в вашу страну. Ваш отец был одним из инициаторов подписания основополагающего договора, договора о дружбе между нашими странами. Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит дело в развитии двухсторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что может сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы позитивные, которые сейчас происходят. Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений. Ну и, конечно, в двухстороннем плане нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов. Я надеюсь, что наша встреча будет полезна для укрепления отношений между нашими странами. Сейчас ситуация на Корейском полуострове вызывает интересы во всем мире. Наша встреча позволит обменяться мнениями о ситуации в регионе и работать вместе для ее нормализации. Надеюсь, что наш обмен мнениями будет сегодня содержательным. Интересно, что на переговорах в расширенном составе российской делегации было больше, чем в два раза корейской. От них четыре человека. Зато личных фотографов и операторов в избытке аж восемь человек и практически целая армия тех, кто следит за чистотой всего, к чему прикасается товарищ Ким. Так северокорейская охрана со спиртом протерла стул, на который должен был сесть их лидер. Это первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, поэтому первый же вопрос российскому президенту на пресс-конференции по итогам саммита России КНДР, какое впечатление на него произвел лидер Северной Кореи и доволен ли он переговорами. Итогами переговоров мы все довольны. Я и мои коллеги, председатель Ким Чен Ына человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня. Мы с ними говорили очень подробно. Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник. Основная тема встречи, безусловно, динуклеаризация корейского полуострова. Саммит Россия КНДР прошел через два месяца после провальных переговоров Трампа и Кима, когда выяснилось, что штаты требуют от Северной Кореи многого, но не обещают при этом ничего. В частности, не готовы к послаблению санкций в ответ на отказ от ядерной программы. Да и конкретных гарантий безопасности в случае разоружения Северной Кореи не предоставляют. А Ким Чен Ын не может не помнить, какие гарантии безопасности были предоставлены штатами, например, Муамару Каддафи, отказавшемуся разрабатывать ядерное оружие, или Ирану, выполнившему свое обещание по динуклеаризации и получившему в ответ возобновление санкционного режима со стороны США. Самое главное, нужно восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право, определяют положение в мире, ситуацию в мире. Корейской народной демократической республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. А какие это могут быть гарантии, кроме международных правовых? Если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, в данном случае, имея в виду все вовлеченные стороны в решение северокорейской проблемы или динуклеаризации корейского полуострова, то добиться этой цели в конечном итоге можно. Уже завтра Владимир Путин встретится со своим китайским коллегой. Журналисты поинтересовались, будут ли главы государств обсуждать корейскую проблематику и расскажет ли российский президент об итогах переговоров другим лидерам, например, Дональду Трампу, который не смог договориться с Ким Чен Ыном. Конечно, буду говорить и завтра в Пекине наверняка с руководством Китайской народной республики, но также открыто и откровенно мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством. Здесь нет никаких секретов. Позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров. Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил нас проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают. По завершению встречи лидеры обменялись подарками. Они, кстати, оказались немного похожими. Владимир Путин подарил коллеге набор стаканов и подстаканников, пригодятся для путешествий в бронепоезде, и шашку, а Ким Чен Ын преподнес меч, олицетворяющий, по его словам, силу и душу его народа, который поддерживает российского президента. Поскольку по нашей традиции дарить оружие считается плохой приметой, лидеры символически обменялись монетками. Общение продолжилось на торжественном ужине. Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может. Со своей стороны, Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Как гласит корейская мудрость, если соединить силы, то можно сдвинуть скалу. Убеждены, что именно в этом залог успеха. А русская мудрость гласит, мир без музыки, что птицы без крыльев, поэтому наше гостеприимство продемонстрировали с помощью ярких музыкальных выступлений. Звучали и российские, и корейские мелодии. По улыбке лидера КНДР было понятно, выступление наших артистов ему понравилось. Настолько, что Владимир Путин познакомил главу Северной Кореи с дирижером академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России Виктором Елисеевым. После приема Владимир Путин проводил Ким Чен Ила до его лимузина и было слышно, что российский президент пообещал на прощание. Буду ждать с следующей встречи с вами. Будем в контакте договорились. Покидая корпус Дальневосточного федерального университета, Ким Чен Ин до последнего махал рукой на прощание из открытого окна. Наталья Юрия, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов, Марина Елисеева и Денис Воронцов. Первый канал Владивосток.